Привет всем, сегодня я хочу рассказать про функции Step и Smoothstep в шейдерах и показать как их можно применять для создания эффектов. Эти функции могут использоваться для создания границ, плавных переходов и анимаций, а также служить заменой операторам if else в шейдерах. Для создания шейдеров будем использовать шейдер Graph, что позволит наглядно увидеть результат каждой операции. Наши шейдеры будут достаточно простыми, чтобы граф оставался компактным и удобным для понимания. Начнём с функции Step, которая работает как пороговый оператор. Она принимает два аргумента – пороговое и входное значение. Если входное значение меньше порогового, функция возвращает 0. Если больше, то 1. Это позволяет нам создать чёткое разделение на два состояния. В качестве примера рассмотрим шейдер, использующий чёрно-белую текстуру как маску. Значения цвета текстуры становятся входными данными для функции Step. Пороговое значение задаётся слайдером и передаётся в материал, что позволяет нам наблюдать изменение результата в зависимости от выбранного порога. Создадим новый шейдер для спрайтов и назовём его Simple Step. Сначала настроим шейдер так, чтобы он просто отображал текстуру, указанную в Sprite Renderer. Для этого добавим свойство Texture2D с имени MainTex. Затем это свойство передадим в ноду Sample Texture2D и соединим с BaseColor ноды Fragment. Теперь добавим ещё два свойства. Первое – Texture2D с именем MaskText, в котором будет указана текстурная маска. Второе – свойство EdgeTypeofLoad, которое будет служить пороговым значением для функции Step. Добавим ноду Sample Texture2D и передадим в неё свойство MaskText. Теперь добавим ноду Step. В качестве входного значения In будет использоваться результат ноды Sample Texture2D, который будет возвращать значение цвета маски. Достаточно указать только один канал, например красный. Для порогового значения Edge будет использоваться наше свойство с аналогичным именем. Результат функции передадим на вход Alpha ноды Fragment. Для демонстрации работы функции Step на сцене расположен простой белый спрайт с материалом, использующим наш шейдер. Текстура маски, указанная в материале, для наглядности также размещена на сцене. А для контроля порогового значения и передачи его в материал используется простой скрипт. При изменении значений слайдера обновляется значение свойства материала ComponentRenderer. Для этого используется значение PropertyId, которое получается преобразованием имени свойства в его идентификатор, методом ShaderPropertyToId. Если значение цвета маски меньше, чем указанное, то функция Step вернет значение 0, если больше, то 1. Так как результат функции Step используется в качестве значения Alpha, то меняется и прозрачность изображения в соответствии со значением цвета маски. Функцию Step, к примеру, можно использовать для создания прогресс-баров любой сложности и стиля. Она позволяет избежать необходимости изменять геометрию объекта, что может быть сложной и ресурсоёмка. Вместо этого всё, что нам нужно, это текстура с подходящим градиентом, которая будет выступать в роли маски. Теперь перейдём к функции SmoothStep. В отличие от Step, SmoothStep создаёт плавный переход между двумя состояниями. Функция принимает три аргумента. Нижнее и верхнее пороговые значения, и входное значение. Если входное значение меньше нижнего порогового, то функция возвращает 0. Если входное значение больше верхнего порогового, то функция возвращает 1. Если входное значение находится между пороговыми, то функция возвращает значение между нулём и единицей, вычисленное с использованием гладкой кривой. Это создаёт плавный переход между состояниями. Если верхнее пороговое значение окажется меньше нижнего в функции SmoothStep, то результат её работы будет просто инвертирован. А при одинаковых пороговых значениях результат функции будет аналогичен функции Step. Создадим шейдер, аналогичный тому, что создавали ранее, но теперь с использованием ноды SmoothStep. Вместо одного параметра Edge добавим два новых, а также заменим ноду Step на SmoothStep. Укажем пороговые значения для SmoothStep и передадим результат на вход альфа ноды Fragment. Для демонстрации работы SmoothStep собрана аналогичная сцена. Меняя значение слайдеров, можно наблюдать и результат работы функции SmoothStep. Функцию SmoothStep совместно с текстурными масками можно использовать для создания эффектов молний, вспышек, плавного затемнения экрана, появления различных игровых объектов и UI элементов, в любом месте, где требуется плавный переход между различными состояниями. Вернёмся к функции Step. В шейдере можно применить две функции Step. Это позволит нам установить два пороговых значения, формируя диапазон, внутри которого происходит переход от одного состояния к другому. Используя текстурную маску можно получить нужный срез изображения. Для этого результат одной из функций потребуется инвертировать, то есть вычесть его из единицы, используя ноду OneMinus. После этого результаты нужно перемножить с использованием ноды Multiply. За основу снова возьмём шейдер с функцией Step. Готовый шейдер выглядит следующим образом. С определёнными масками эффект очень похож на тот, который можно часто увидеть в видеоиграх, но только в более сглаженном варианте, а значит потребуется заменить функцию Step на SmoothStep. Используя функции SmoothStep и настраивая ширину границы перехода, можно добиться более плавного края у эффекта. Но для его контроля уже требуется следить за четырьмя параметрами. Чтобы уменьшить количество контролируемых параметров, можно задать дополнительную переменную, отвечающую за ширину перехода. За основу возьмём предыдущий шейдер, использующий две функции Step. Потребуется добавить дополнительный параметр, отвечающий за ширину перехода. В данном случае добавим этот параметр к верхней границе одной функции SmoothStep и вычтем из нижней границы другой функции SmoothStep. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Готовый шейдер выглядит следующим образом. Так выглядит результат работы шейдера с использованием различных текстурных масок. Зачастую для создания интересных эффектов требуется комбинирование различных функций и техник. Например, вы можете использовать функцию Step для создания эффекта исчезновения изображения, а функцию SmoothStep для создания плавного перехода на краях. Вот и всё. В этом видео мы рассмотрели использование функций Step и SmoothStep в контексте работы с текстурными масками. Но возможности этих функций этим не ограничиваются, и они могут быть использованы для создания множества других интересных эффектов. Увидимся в следующем видео, подписывайтесь, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok